Попробовали малину и жимолость прямо с куста в сентябре. Наши корреспонденты-оператор во время съемок в одном из питомников Батаревского района. Подробности далее. В 2014 году теперь уже экс-директор знаменитого Батаревского питомника рассказал в интервью газете «Советская Чувашия», что в республике надо сажать больше яблоневых садов и упор делать на сорта, которые хорошо хранятся до весны. Тогда из-за эмбарго с прилавков пропали испанские и польские яблоки. Спустя два года Владимир Барышников осуществил задуманное. Так у него появился свой питомник. Справа у нас это школа сеянцев. Это подвои яблони, мысиные семян. И также есть рядом там подвои груши. На этом участке у нас маленьком участке подвои яблони тоже из семян, посеянные весной этого года. А с левой стороны, на этой стороне, у нас смородина. Семена я сам заготавливаю. Яблони тоже заготавливаю, груши заготавливаю и яблони тоже заготавливаю. С югов я ничего не вожу. То, что это действительно так, наша съемочная группа поняла, когда фермер попросил не выбрасывать косточки съеденных фруктов. Кроме саженцев, фруктовых деревьев разных сортов, Владимир планирует серьезно заняться ягодами, которые не боятся засухи. И есть их можно будет с куста до осени. Перед вами это жимолость. Жимолость созревает в начале июня. Вот это особенный зорт. Вот на сегодня, 3 сентября, жимолость, плоды до сих пор висят. Жимолость – это очень много микроэлементов. Жимолость заменяет, можно сказать, несколько ягод. И малину, и землянику, и смородину, и чернику. Витаминный гладец. Витаминный гладец. С этого года я начинаю размножать вот это сорт, жимолости. Саженцев у Владимира Барышникова на несколько десятков садов. То, что они найдут своих хозяев, фермер не сомневается. Ведь продовольственные санкции пока никто отменять не собирается. Во всяком случае, до декабря этого года. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика.